С каждым годом наш регион становится все лучше и лучше. И приложить к этому руку, на самом деле, может каждый из нас. Скоро пройдет голосование за объекты, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Жилье и городская среда». Все подробности узнаем у нашего гостя. Руководитель городского штаба волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды» Максим Леготин у нас в гостях. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Сейчас, то есть, на улице, если волонтеры подходят, не стоит бояться. Наоборот, стоит принять участие и, так сказать, проголосовать. Да, конечно. Волонтеры все объяснят, все расскажут. Наши волонтеры по КГС, да, соответственно. Когда пройдет голосование и какие объекты участвуют? В этом году голосование проводится с 15 марта по 30 апреля. С этого года в голосовании участвует 8 объектов. По одному объекту в каждом территориальном районе города Екатеринбурга. Это бульвар по улице Культуры в Оржинькизовском районе, бульвар по улице Посадской в Верхосецком районе. Второй этап, вторую очередь, Преображенского парка в Академическом районе. Солнечная аллея в Чикаловском районе, парк «Семь ключей» в Железнодорожном районе, парк «Пятидесятлетие» в ЛКСМ в Ленинском районе, парк «Пятидесятлетие» советской власти, так называемая «Метеогорка» в Октябрьском районе и Основинский парк в Кировском районе. Фу, ну вы с этим Кировским затянули, я же запереживал, а что мне делать-то, не пойду голосовать. Кстати, для тех, кто не пойдет голосовать, ну в смысле, в силу каких-то причин, обстоятельств, они могут удаленно это сделать, может быть, из дома? Голосование возможно, скажем так, двумя вариантами. Первый вариант, это да, гражданин может проголосовать самостоятельно через портал госуслуги дома, пройти на сайт загородсреда.ру и проголосовать, авторизовавшись через государственные услуги. И второй вариант, это проголосовать через наших волонтеров, которые будут на протяжении этих полутора месяцев работать на территории города Екатеринбурга, в каждом районе города, посредством того, что помогать гражданам, скажем так, проголосовать. Вот расскажите, как они будут помогать проголосовать? У них будут специальные буклеты каждого парка. Будут рассказывать о проектах. Да, читать стихи, я не знаю. Каждый волонтер может помочь нашему горожанину проголосовать тем, чтобы рассказать о том, что это за проект, какие объекты представлены, что по каждому объекту планируется реконструировать, изменить, отремонтировать. И да, у них будет, собственно говоря, на устройстве специальное приложение, через которое гражданин может проголосовать. Давайте подытожим еще раз, где, когда и кто сможет проголосовать. Проголосовать могут граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет, временно, постоянно проживающие или пребывающие на территории города Екатеринбурга, если мы говорим в рамках нашего муниципалитета. А где? Это либо самостоятельно через портал госуслуг, через сайт загородсреда.ру, либо через нашего волонтера, через приложение. Еще вопрос про волонтера. А волонтеру нужно предоставлять документы или нет? Нет, документы гражданин не предоставляет. Оно не анонимное, волонтер запросит у гражданина фамилия, имя, отчество, номер телефона, для того, чтобы гражданин мог авторизоваться в программе, в приложении волонтера и назвать код, который ему придет на телефон. Это абсолютно безопасно. Называет код, называет фамилию, имя, отчество, ему открывается право проголосовать. Открываются все объекты, про каждое из которых голосуют. Право голоса привязывается к номеру телефона. У меня два голоса. Два телефона? Да. Все понятно, все просто. С 15 марта по 30 апреля. С 15 марта по 30 апреля. И вот вы, дорогие зрители, можете сделать наш город чуточку лучше, так что не пропустите это голосование. Я Семен Сокол, буду голосовать Екатериной Леонова, тоже буду голосовать. Максим Леготин тоже будет голосовать. Обязательно. Поэтому и вы присоединяйтесь, пожалуйста, и подключайтесь. Вам огромное спасибо, что заглянули и за то, что делаете наш край лучше. Спасибо. У нас в гостях был руководитель городского штаба волонтеров проекта формирования комфортной городской среды Максим Леготин.